Ноябрь, друзья, это тот месяц, когда самое время делать заказы для подарков, которые плюс-минус приедут к новому году, плюс в этом месяце есть актуальные скидки, распродажи и так далее. Все полезные купоны публикуются в нашем телеграм-канале Китай Близко. И в этом видео я покажу вам еще несколько крутых товаров Xiaomi. Вспомним старые, которые действительно на распродаже будут стоить чуточку дешевле, и у вас получится сэкономить. А еще в этом видео у нас конкурс с очень классным призом, поэтому смотрите внимательно, не пропустите. Давайте смотреть, что же там еще придумали Xiaomi. Не так давно на рынок ворвался гаджет, который помогает вам ухаживать за ногтями. Так называемые автоматические ножницы. О, черт, я подстрик ногти, и теперь они цепляются за одежду там и за навески. Как будто на них микроскопические пираты с абордажными кошками. Ткань прямо по курсу. Кошки к борту. Xiaomi, вдохновившись успехом, решили сделать несколько модификаций. Были и в металлическом корпусе, и с подсветкой двойной. Но сейчас популярна вот эта модель, которую я заказал. Upgrade U-Pintia Magic Electric Nail Creepers. Что еще может добавить к стрижке ногтей? Правильно, полировку. А именно эта версия оснащена таковой. Кстати, я нашел хорошего продавца на Алиэкспресс, который в комплект добавляет вот такие забавные чехлы с принтом. Для подарка к Новому году самое то. Также внутри коробки вы найдете кабель для зарядки USB-C формата, что весьма удобно. Под крышкой у нас два рабочих элемента. Первая это пилка, диск для полировки, запускается левой кнопкой, есть два режима работы. Справа кнопка запускает валик с лезвиями и подсветку для стрижки ногтей. Это абсолютно безопасно и повредить что-то поранится, но не получится, если только язык туда не совать. Также есть разные скорости, а результат просто пушка. Покупатели прошлых версий писали, что реально спасение. Раньше были огрызки, а теперь ровные четкие ногти. Такие устройства еще используют для работы с детьми, которые боятся ножниц. Да и цена сейчас просто мега выгодная, порядка 13 долларов. Попробовать точно стоит. А вдруг это то, без чего вы жить не могли? Движемся дальше. Xiaomi Intelligent Mouse Wash Machine. Машина для мойки рта, если перевести грубо. На самом деле, если вы вдруг не знали, существует и такое. Мы уже привыкли, что в нашу жизнь плотно вошли пенные дозаторы для мыла. И я не один раз говорил, что это самая лучшая и полезная покупка для дома. Особенно, если есть дети, то если еще не купили, многое потеряли. Реально удобно, просто, безопасно и полезно. Ссылку на несколько версий дозаторов мыла я оставил в описании. Но я думаю, вам интересно, что же такое замойка рта. На самом деле, все очень просто. Уже существуют дозаторы ополаскивателя для рта. Размещаются в ванной комнате на стене. Обычно как? Кто-то набирает в рот прямо из бутылки, кто-то крышечкой. Но чтобы все было по фэншую, китайцы предлагают эту версию. Объем у нее на пол-литра. В комплекте есть две чашечки. Устройство оснащено дисплеем. Также предусмотрен выбор дозировки. 10, 20 и 30 миллилитров. Чашки магнитные, крепятся снизу. А как только вы подносите к соплу, запускается система и автоматически вам наполняет стаканчик. Сделали дело, примагнитили обратно. Сверлить стены не нужно. В комплекте есть прочный скотч и конструкция для установки. На одном заряде работает три месяца. Аккумулятор внутри встроен, а заряжается через USB-C порт. Так что если хотите добавить еще один интересный гаджет вашей ванной комнаты, который вызовет вопросы и удивления гостей, и вам будет полезен, ссылка в описании. Душевая лейка Xiaomi Mijia High Pressure Shower. В магазине есть несколько вариантов комплектации, обращайте внимание. Одна из главных особенностей лейки – наличие слота под фильтр. Это позволяет соплам меньше забиваться и работать лейке нормально на протяжении долгого времени. Фильтр, если что, в продаже присутствует. Всего предусмотрено 4 режима работы, включая туман. Внешний контур имеет силиконовые сопла, которые можно использовать для массажа частей тела. Цена невысокая, так что может пора обновить ванные аксессуары? Присмотритесь. Xiaomi Mijia Tuya Wi-Fi Gas LPG Leak Sensor. Xiaomi славится устройствами умного дома. На просторах Алиэкспресс есть вот такой гаджет, который помогает повысить безопасность вашего дома, если используете газовое оборудование. Датчик оснащен LCD-дисплеем, на нем отображается время, день недели, а также показатели температуры и загрязненности воздуха газом. Если показатели будут превышены нормы, то сработает сирена, поступит оповещение на смартфон. Датчик подключается посредством Wi-Fi соединения и показания можно отслеживать из любой точки планеты. Питание через USB-порт нужно 5 вольт 1 ампер подавать. В приложении есть различные настройки датчика, а также графики и оповещения. Что только не придумают китайцам. Если кресло вашего автомобиля не оснащено системой вентиляции, вы испытываете дискомфорт от того, что постоянно мокрая спина и одежда, тогда для вас Xiaomi Mijia Car Interior Rear Headset Fan USB. Этот гаджет устанавливается на подлокотник и представляет собой вентилятор направленного действия. Поток стремится по креслу, тем самым продувая пространство между спиной и спинкой. Внутри установлен барабан, поэтому шум при работе незначительный. Есть несколько режимов работы и разные варианты по цвету. Ну а что, вдруг кому-то и такое нужно? Питается от USB. Много проводите время за компьютером, любите горячие напитки, чай, кофе, но они быстро остывают? Не беда, уже несколько лет китайцы предлагают специальные подогреватели для чашек. И вот еще один вариант, который может вас заинтересовать, да и украсить рабочее место. У продавца есть три варианта на выбор. Это единорог, снеговик и динозавр. Это персонажи, которые помещены в специальное место на передней части. Это место имеет подсветку и в момент работы смотрится реально интересно. Устройство оснащено еще и дисплеем и регулятором для установки нужной температуры подогрева. Максимальная мощность составляет 20 Вт. Фонарей у Xiaomi и у субрендов более 100 моделей. Вот еще один вариант, это аккумуляторный кемпинговый факел. Форма цилиндрическая. С верхней части находятся три осветительных элемента, которые могут раскладываться. И таким образом поток света можно регулировать в нужное место. Предусмотрен специальный телескопический еще и подвес, тоже удобно. Зарядка через USB порт и несколько режимов работы. Лучше брать версию с аккумулятором на 4000 мАч. Это вот не топовая прям версия, но в магазине есть, поэтому и показал. Я оставил ссылки также на фонари Nextool, которые многофункциональные, крутые, с сиреной, с многими режимами работы и так далее. Возможно, кому-то какой-то вариант понравится больше, посмотрите. Еще я приобрел вот такой гаджет. Это портативное устройство для лечения ренита Xiaomi's Deer. В среднем взрослому человеку требуется около 1500 литров воздуха для дыхания в день. Однако в среднем в одном метре кубического содержится более 4000 мкг загрязняющих веществ, более чем 1000 различных групп бактерий, которые попадают в наш нос. Загрязнение становится все хуже и хуже, с каждым годом увеличивается число людей, страдающих такими вот респираторными заболеваниями, как ренит, синусит и заложенный нос. Сразу скажу, я к таким вещам отношусь весьма скептически, но все же решил опробовать, так как это реально продукт Xiaomi и он есть в официальном магазине Xiaomi и имеет сертификаты. А подделок копий очень много похожих на Алике, где вместо нужного лазера обычные лампочки. Поставляется в классном боксе. По комплекту получаем блок управления со встроенным аккумулятором и дисплеем, назальные капсулы, крышки, инструкция и провод для зарядки USB-C формата, что также весьма удобно. С нижнего торца порт USB-C, разъем для подключения провода, а также обратите внимание, какого он формата. Обычно в подделках там какой-нибудь джек. Здесь другой вариант. С верхней части кнопки управления, включение-выключение, выбор программ. Excellent Doctor для лечения ренита оснащен тремя режимами интенсивности работы, включая 3 мВт, 4 и 5 и 6 различными скоростями синхронизации. Каждый режим длится от 10 минут. Согласно рекомендациям производителя, дети от 6 до 12 лет применяют 2 раза в день по 10 минут каждый раз. Взрослые 2-3 раза в день по 10-20 минут каждый раз. Хватает одного заряда на 11 часов. Предполагается, что вы работаете за компьютером, серфите в интернете, в смартфоне зависаете и одновременно используете устройство. В носу оно особо не мешает, не греет, не обжигает. В целом все просто. Низкоинтенсивный лазер с длиной волны 650 нанометров проникает в полость носа, кожу, мышечный жир, стенки кровеносных сосудов и другие ткани. Только около 1,1 части лазера может быть поглощено и оказываемый. Лечебный эффект вызывает расширение кровеносных сосудов, способствует повышению сопротивляемости болезням, уменьшению отека слизистой оболочки носа. Что сказать, после недельного теста вроде реально стало немножко лучше. Применял в основном перед сном. Может эффект, конечно, плацебо, а может нужно дольше тестить. В общем, в будущих видео поделюсь мнением, как оно было на самом деле. Если кто смотрит и кто реально разбирается в такой лазерной терапии, напишите, будет интересно мне почитать и именно ваше мнение, а не из интернета. По конкурсу, друзья, условия у нас самые простые. Ставьте лайк, пишите комментарий под этим видео, и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Китай Близко. Там публикуются все актуальные купоны, именно там будет проходить розыгрыш. А приз у нас Mi Band последнего поколения. Приз достаточно крутой, условия очень простые. Лайк, подписка и комментарий пишите. Конечно же, будем по комментариям искать победителя. Все условия продублированы под видео, и также там находится ссылочка на наш канал, но адрес у вас тоже на экране. Рулетка. Казалось бы, уже много у кого есть лазерные, компактные, но бывают случаи, что нужно наглядно показать длину того или иного предмета, измерить что-то в неудобном месте, на ярком солнце и так далее. Xiaomi совместно с суббрендом Jimmy предлагает вот такой вариант. Есть версии на 3,5 и 5,5 метров. У меня на 3,5 компактная. Поставляется вместе с темляком. Корпус прорезинен весь, держать удобно, не скользит. Полотно среднего размера. Разметка правильная, одноцветная. Обычно выделяют красным десятые, здесь такого нет. Фишка в том, что она двусторонняя, с обратной стороны также есть разметка. Еще полезность, быстрая фиксация значения. С нижней части под указательный палец кнопка без фиксации. Прижимаем ее, фиксируем значение. Для полной фиксации есть переключатель с верхней части, который надежно удерживает полотно. Возможно, конечно, не хватает магнита на скобе, а так все отлично. E-Light также очень крутой суббренд Xiaomi. Я в дом себе покупал все освещение, все потолочные подвесные светильники данной компании. Чего только стоила мега-крутая подвесная лампа с E-Light подсветкой для кухонного стола. Просто топ вещь. А это умный ночник Xiaomi E-Light A6. Устройство используется для установки в шкафах, тумбочках, комодах или кухонных ящиках, что облегчает поиск нужных вещей в темное время суток. Ночной светильник излучает мягкий свет, который комфортно воспринимается человеком, не раздражает глаза и благоприятно влияет на зрение ночью, то есть не ослепляет. Компактный размер 68х26х11 мм и прямоугольная форма с закругленными краями гарантируют удобство установки в любом месте. Низкое энергопотребление, рассеянный свет и встроенный аккумулятор на 300 мАч позволяют не так часто заряжать его. Кабель в комплекте есть, удобный, современный формат Type-C. Еще одна фишка, есть датчик освещенности, который автоматически регулирует яркость в зависимости от окружающего света. Срабатывает также сенсор, который включает свет. В комплекте идет магнит с треемскотчем, чтобы удобно было снимать на дозарядку. Классное, компактное, интересное устройство, может пригодиться. Парковочных табличек на рынке очень много. Один из моих любимых суббрендов Xiaomi Nextool разработали свой вариант, который заслуживает внимания. Поставляется устройство с набором магнитных цифр, всего 4 плашки от 0 до 9. Подойдет для большинства комбинаций номеров телефона. Есть еще и запасная треемпланка скотча. Одна уже расположена на креплении. На первый взгляд, табличка как табличка, но здесь устройство 3 в одном. Первая особенность – подвижный овал. Его можно перемещать, тем самым закрываем две последние цифры номера, когда в нем нет необходимости. Теперь про самое главное. Слева находится стропорез. Извлекается при помощи специального рычага задней части. С помощью него можно легко разрезать ремень безопасности, если вас придавило или заклинило в машине во время аварии. Я на личном опыте горьком проходил такую ситуацию еще в детстве, когда после бокового столкновения в нашу машину передние сидения повернулись почти друг к другу и меня придавило ремнем, так что дышать было тяжело. У отца был нож и мы разрезали ремень, чтобы я вылез. Так что, как бы там ни было, но вещь может пригодиться, если случится беда. Это еще не все. С обратной стороны снимается заглушка, а под ней прячется стеклобой. Для его активации нужно упереть отверстие в стекло и придавить до щелчка. Стекла разбивает на раз. Такое устройство может пригодиться также при аварии, если машина попала под воду. В общем, устройство недорогое, но весьма полезное. Мне бы хотелось апгрейд версию, где циферки подсвечивались, и был бы еще встроенный мини-фонарь и быстросъемное крепление. Возможно, появится в ближайшем будущем. Движемся далее. Туалетный ершик силиконовый от суббренда Xiaomi EcoCo. Данный партнер выпускает много разных вещей для дома, туалета, ванной. Это держатели зубных щеток, это дозаторы зубной пасты, органайзеры, ершики и так далее. Данная версия состоит из четырех деталей. Настенный держатель, ершик и ручка из двух частей. В комплекте также есть мощный трем-скотч для закрепления конструкции на стену. Предполагается вот такая установка. Смотрится красиво, стильно, аккуратно. Ершик прочный, ручка удобная, с приятным цепким покрытием. Еще дам вам намек на небольшой лайфхак. Думаю, если немного испачкать нутеллой, будет вообще топ. Откидной карман съемный. При необходимости мытья и очистки его можно снять без проблем и почистить. Материал глянец легко очищается. Там же предусмотрены дренажные отверстия. Были бы еще версии со встроенным стерилизатором. Даже место внизу осталось, но не прижились из-за высокой цены. Шарф с подогревом. Кто-то, предвижу, скажет сейчас, алло, у нас же конец зимы. Отвечаю, ну не конец же жизни. Надеюсь, много еще зим будет впереди. Так вот, предлагается товар у продавца сразу в девяти цветах. Так что подобрать под себя по стилю что-то можно. Шанс большой. В комплекте предусмотрен пауэрбанк, кабель для зарядки microUSB и шарф. Пауэрбанк по форме напоминает помаду. Выкрашен в красный цвет шарфика. С одной стороны предусмотрен карман, в котором находится провод для питания нагревательного элемента. И там же место для банки. На шарфе есть кнопка с подсветкой. Предусмотрено по стандарту три режима нагрева. Зеленый подсветка горит 45 градусов. Синий 55 и красный 65. Время работы примерно 2-3 часа. Производителям заявлено, что стирку выполнять можно. Конечно нужно без пауэрбанка это делать. Проверим тепловизором, что здесь за нагревательные элементы и где они расположены. Смотрим и видим, что они размещены по центру. А больше то и не нужно. Шарф ложится четко на шею и сразу ощущается тепло. Реально очень комфортно. Можно просто накидывать, а можно заправлять в петлю для фиксации. Жаль, что я красный цвет взял. У меня куртка основная черная. Так бы точно носил. Вещь весьма интересная и комфорта точно добавляет. Щетка для чистки с контейнером моющего. Небольшая, недорогая и полезная вещь для дома. Товар заказали больше тысячи человек. Только в одном магазине. И рейтинг 4-8 баллов из 5. В магазине есть два цвета на выбор. Суть простая. Почетина расположен контейнер. Сопло способно выдавать через специальное отверстие жидкость, которую мы заливаем самостоятельно с верхней части. Крышка резиновая. Она же выступает в роли насоса. То есть нажимаем на нее, подаем порцию раствора. И таким образом используем ершик проще. Можно чистить белье, обувь, посуду и так далее. Присмотритесь. Недорогая вещь, но может реально пригодиться. Субренд Xiaomi Supilt выпустил немало интересной продукции. В частности, это была линейка непромокаемой одежды. Я тестировал непромокаемые кроссовки, непромокаемую футболку. И это были действительно качественные вещи за адекватную стоимость. В этом году я приобрел еще и шорты. Supilt дышащие, непромокаемые. А точнее водоотталкивающие. Я выбрал черный цвет, есть и другие предложения. На бирке значится размер 170х76АМ. Более детальную размерную таблицу посмотрите по ссылке в магазине. Ткань перфорированная. В верхней части широкая резинка с тройной строчкой. По центру размещен шнурок для более надежной фиксации. Что немаловажно для меня, это наличие карманов. Они водозащищенные, на молнии. И еще фишка, здесь лямки, собачки не металлические. Поэтому при ходьбе или беге звенеть не будут. Ну и молния прикрыта резинкой. Карманы очень хорошие, плотные, глубокие. Это однозначно плюс. С задней стороны предусмотрен подвес, возможно для крепления ключей. И также по центру светоотражающая надпись Supilt Plus, которая добавит безопасности в темное время суток. В целом можно сказать, топ за свои, хороший пошив, нет торчащих ниток, все отлично. Спустя несколько дней эксплуатации, хочу сказать, что данные шорты мне реально очень зашли. Вообще без шуток. И я буду приобретать себе еще другой цвет. Реально все очень удобно. Классные карманы, приятная ткань. Выглядят они неплохо в целом. Вживую смотрятся интересно. Ткань комфортная. Вообще просто отличные шорты. И подошли мне идеально. Вот буду брать точно такой же размер себе второй. Так что реально присмотритесь. Возможно и вас заинтересует. Бренд HUOHO это один из самых мною предпочтительных от Xiaomi. Они действительно много полезных крутых товаров выпустили в свет, которые были в 90% случаях топ за свои деньги. Вот еще один продукт, который не так давно вылетел из-под крыла и тут же спрятался далеко в нору и выходить скорее всего больше не будет. Сейчас объясню почему. Перед нами набор для личной гигиены. Поставляется в металлическом окрашенном черном боксе. На первый взгляд все конечно выглядит достаточно красиво, круто. Инструкция, бокс, три предмета. Это кусачки, пилка и ушная палочка. Кусачки я такие, друзья, вижу если честно в первый раз. Вся их фишка в том, что здесь режущий элемент подвижный. То есть он вращается на 360 градусов. Таким образом можно более тщательно или в неудобных местах обрабатывать стричь необходимое. К нему претензий нет. Полировка отличная, острота хорошая, удобство реально присутствует. Здесь вот 5 из 5. Второй инструмент пилочка. Это пластиковый инструмент с металлической вставкой. По отзывам со своей задачей также справляется на 5 баллов. Все хорошо. Третий инструмент ушная палочка. Многим известно, что обычной ватной палочкой чистить уши нужно только поверхностно и крайне аккуратно, чтобы не затолкать серую дальше. Этот же инструмент имеет спираль, которая как шнек выкручивает грязь из ушей, не проталкивая ее глубже. Размер небольшой, но также хороший нормальный рабочий ушной инструмент. Так в чем же подвох, спросите вы? А все дело в кейсе. Разработчик просчитался с размерами и кусачки выступают над поверхностью. Когда крышка закрывается, фиксатор продавливает ее, тем самым портя вид. Я заказывал 20 таких наборов и все они приехали с мятой крышкой, а в некоторых случаях она была давлена так, что краска отслоилась. Все наборы, конечно, разобрали, но как подарок, я думаю, не слишком приятно получать такое. Вскоре наборы пропали из магазина. Я думаю, разраб был тоже покаран. А вот этот чудо-гаджет также многие магазины на Алиэкспресс именуют как Xiaomi. Но, скорее всего, если и выпускает кто-то от суббренда далекого партнера, возможно. Хотя на официальной площадке краудфайдинга Xiaomi я это устройство встречал. В общем, друзья, эта штука поможет вам автоматизировать слив воды бачка унитаза. Предлагается устройство в двух цветах, синий и белый, который, как мне кажется, больше будет подходить для вашего друга. В комплекте у нас есть два крепления пластиковых с трем-скотчем, USB кабель для зарядки, две запасные планки трем-скотча, инструкция и набор адаптеров под разные кнопки бачка унитаза. Устройство прямоугольный брусок с ножками, напоминает лавку или скамью. С верхней части за черной вставкой спрятаны сенсоры, просматриваются три датчика. Один из них LED-чип. С нижней части по бокам пазы для быстросъемного крепления. По центру элемент поршень, который и будет нажимать на кнопку. На него мы будем подбирать адаптеры. Под заглушкой резиновой находится порт зарядки и кнопка включения. Запускаем устройство с двухсекундным удержанием кнопки. О готовности к работе нам сообщит синий светодиод сверху. Теперь, когда мы поднесем руку к панели, активируется поршень, который будет нажимать на кнопку сливного бачка. Звучит круто, да и работает достаточно все уверенно, хочу сказать вам. Мощности хватает вполне. Возможно, конечно, такие устройства используются по большей части где-то в кафе, в ресторанах, в заправках, в местах общественных, так сказать. Но, может быть, и дома кому-то захочется установить. Ваши мысли, ребят, с удовольствием почитаю по поводу этого устройства в комментариях. Пишите. Проверяем на работоспособность данное устройство. Вот, пожалуйста, установили. Подходит практически на любые крышки. Главное, чтобы крышка была плоская и прикручена к вот этой части сливного бачка. И дальше дело за малым. Сделали свое дело, маленькое или большое. И, пожалуйста, проводим. Вода смывается, соответственно, поршень поднимается и затем опускается. Еще вот в таком формате попытаюсь вам сейчас продемонстрировать, как это дело работает. Обращаем внимание на поршень. Вот он установлен у нас на кнопку. Теперь проводим сверху рукой. Поршень толкает кнопку, несколько секунд ее удерживает и затем поднимается наверх. При желании, если вам нужно дозарядить устройство, вы можете его без проблем вот таким вот образом снять и дальше уже использовать. То есть, крепления остаются на крышке унитаза, зарядили, затем установили. Обратно вот таким вот образом и все. У нас получается вот этот поршень установлен на кнопке. Весной замок со сканером отпечатка пальцев Xiaomi Noclo. Компания выпустила в свет несколько моделей разных размеров и разных дизайнов. Данный вариант предлагается в нескольких цветах. В комплекте поставляется кабель для зарядки встроенного аккумулята формат microUSB и инструкция. Замок металлический, не пластилиновый, вес 103 грамма. А с нижней части размещена панель сенсорная, microLED диод и под заглушкой спрятан порт для зарядки. Замок водозащищенный, можно размещать на улице также, хотя по большей части такой замок создан для удобства, чтобы не носить с собой ключи. Возможно блокировать велосипеды, скудеры, ящики в доме, рюкзаки, чемоданы и тому подобное. Хотя сам он по себе выглядит крепко. Производитель заявляет, что он изготовлен по заказу ведущими мировыми производителями модулей распознавания отпечатков пальцев и испытан по самым строгим стандартам. Замок оборудован литий-ионным аккумулятором с емкостью 110 мАч и может находиться один год в режиме ожидания без подзарядки и 2500 раз использован без подзарядки. Это круто. Сканер работает реально очень быстро, я бы сказал, молниеносно для такого устройства. Фен для сушки волос Xiaomi Mijia H900. Мы тестировали, друзья, с вами много разных моделей, это новинка года. У нас даже был обзор на фен, совмещенный с сушкой для рук. Ссылка на полный детальный обзор будет в описании, посмотрите. Интересная вещь. А эта модель предлагается в двух цветах, Deep Space и Mist Grey. Вот так, даже название цвета придумывали. А как вы же хотели? Это премиум-сегмент все-таки, который в два раза дешевле Dyson'ов от F3, а по функционалу не хуже. Была даже специальная отдельная презентация по данному устройству, где говорилось о том, что разработкой этой всей системы потока воздуха турбины привлекали специалисты космического уровня. Да и сами можете посмотреть, сколько всего вложено в этот фен. Комплектуется устройство вместе с металлической подставкой, держателем и двумя насадками. Органы управления расположены на торце, представлены четырьмя кнопками. Нижняя переключает режим холодный-горячий, выше включение-отключение и две кнопки по кругу по настройке температуры. Все режимы подсвечиваются микро-LED диодами. Единственный нюанс, нужен переходник под европейские розетки. Десятки тысяч положительных отзывов на разных площадках, да я думаю, девушки не отказались бы от такого интересного классного подарка. Ориентировочная стоимость 150 долларов. Ссылки будут в описании на несколько разных магазинов. Xiaomi Nextool один из моих любимых суббрендов. Эти ребята выпустили в свет реально очень много качественных, крутых товаров. Одна из последних новинок это вот такой налобный фонарь на коп LED-чипе. На коробке изображен сам продукт и особенность, что выдает 170 люмен. Не боится воды, имеет встроенный аккумулятор. И это тоже очень важно. Не нужно тратиться на батарейки и предусмотрена еще и быстрая зарядка через USB-провод формат Type-C. В комплекте фонарь, оголовье, кабель, инструкция и брендированный чехол на шнуровой завязке. С фиксацией, кстати, мелочь, но приятно. Комплекты могут включать в себя еще крепление для велосипеда и прищепку. Допустим, для размещения где-то на кепке. Фонарь небольшого размера. Имеет прочный корпус из мятно-зеленого цвета с антискользящим покрытием. Сверху единственная кнопка управления и микродиод, сигнализирующий о заряде батареи. С передней части линза, за которой расположен коп диод, по центру. А по бокам ряд микро LED-чипов с красным светом. По контуру за стеклом фосфор, который после выключения фонаря еще какое-то время светится. Тоже полезная мелочь. Включается фонарь двухсекундным удержанием. Загорается максимальный режим в 170 люмен. И здесь яркость реально честная. Свет яркий, четкий, без мерцания. Нейтральный белый для меня самый оптимальный. Жмем еще раз, фонарь переключается в экономный режим. В турборежиме одного заряда хватает на 2 часа, а в экономном уже на 11 часов непрерывной работы. Это круто. И в фонаре еще есть два режима. При включении удерживаем кнопку более 2 секунд, загораются красные диоды. Если нажать еще раз, будет красный аварийный мигающий. С красными диодами фонарь работает 18 часов непрерывно. Оголовье, ткань, резина и пластик. Фонарь крепится на защелку. Она позволяет на 180 градусов регулировать источник света сверху вниз. Оголовье, к слову, качественное, брендированное с большим диапазоном настроек. С задней стороны размещена большая светоотражающая полоса, которая добавляет безопасности в темное время суток позади вас, отражает свет. По яркости очень круто. В минимальном режиме уже можно освещать себе путь, ремонтировать что-то, заниматься пайкой, ремонтом авто и так далее. А вот в турборежиме 190 люмен 2 часа фонарь будет светить примерно так. Большой угол, правильный свет и реально очень ярко. За эту стоимость примерно 20 долларов получаем крутое приобретение. Аккумулятор, Type-C, быстрая зарядка, 4 режима, удобное управление и оголовье. Правильный свет, водозащита. Крутые преимущества. Next Tool помимо классных фонарей еще упускают мультитулы. У меня в использовании есть пара моделей. В этом году они еще представили интересную версию, которая отличается тем, что имеет небольшой размер, а точнее толщину, да и формат напоминает визитку. Поставляется с кожаным чехлом. Несмотря на такие размеры, мультитул получил 14 инструментов. Есть линейка, ножи, плоскогубцы, кусачки, открывалки, ключи и другие полезности. В таком вот небольшом карманном варианте, при этом изготовлен из качественной стали нержавеющей. Более детально узнать про инструменты и цену вы можете по ссылке в описании. Осень, зима это весьма неприятная погода, когда дождливо, мокро, сыро, часто страдает обувь, промокает, не успевает дома подсохнуть. Вследствие неприятные ощущения, запахи, да и заболеть-то недолго. Xiaomi выпустили несколько сушилок для обуви, есть с десяток моделей точно. Одна из самых популярных это Zero Sourcing. И даже этой версии существует 3, а то и 4 модификации. Простая, с таймером и таймер плюс телескопическая конструкция. У меня представлен средний вариант. Предлагается в двух цветах, синий и белый. Таймер расположен на вилке, есть возможность установки таймера на 3, 6 и 9 часов. Жароустойчивый пластик, есть защита от перегрева. Внутри нагревательные элементы, из отверстий будет выходить теплый воздух. Даже если вы вымыли обувь, случайно замочили внутри, берем сушилку, ставим таймер, да и поехали. Нагрев происходит быстро, за 15 секунд. Проверял я тепловизором, как видите, работает, греет, сушит. Нужно в меру, конечно, использовать и лучше на прошитой обуви, чтобы клей не отстал. Но в целом гораздо приятнее, согласитесь, в теплой и сухой обуви выходить из дому. В телескопической версии просто удлиняется наконечник, который позволяет более точно отрегулировать под разные размеры обуви нагрев. Два полотенца для ванной и кухни. Это не совсем обычная версия. Представляет собой что-то подобное мочалке с толстым длинным ворсом. В моем случае это комплект серого и белого полотенца. Качество реально очень хорошее, тут вопросов нет. Ворс здесь толстый, мягкий. Он отлично впитывает воду и при этом быстро сохнет. Весь этот ворс размещен на мягкой большой подушке. Есть крючки для подвеса. И после того, как вы вымыли руки или просто замочили, допустим, и хотите убрать лишнюю влагу, нужно потереть их о полотенце. Ориентировочная стоимость 3-4 доллара. Размеры 17 на 30 сантиметров. Тоже важно. Именуется в магазине как HandTowel. USB Hub M3W от Xiaomi. На рынке много различных вариантов. Мне нравятся версии от Base, есть у Green, а Xiaomi сделали немножко другую версию. Главное отличие – компактность. Но даже с такими размерами это Hub 5 в 1. Дом. Прямоугольный брусок изготовлен из металла. На торце закреплен в специальном пазу гибкий кабель в резиновой оплетке формата Type-C. Это добавляет удобства при использовании, да и место экономит, да и переносить проще. На боковой грани размещены 4 скоростных USB порта, в которые также можно подключать мышки, клавиатуры. А на торце порт HDMI. Вот через него можно выводить изображение на внешний монитор с ноутбука, к примеру. Если вам нужен экран больше, чем 13 дюймов. Вот на пивосте у меня стоит Xiaomi 13 дюймовый. Подрубаем большой монитор 24 дюйма через HDMI и дублируем картинку. Все работает четко, быстро, хаб не нагревается, отвод тепла хороший. В общем, это компактная и простая версия в использовании. Возможно, кому-то пригодится. Если нужны какие-то супер крутые версии, есть там с LAN портами, можете присмотреться к Beisus или Ugreen. Мы также их тестировали и все отлично. Ссылочки постараюсь оставить в описании. На сегодня все, друзья. Список всех товаров из сегодняшнего обзора есть в описании к этому ролику. Заходите, выбирайте, смотрите. Все купоны актуальные публикуются в нашем телеграме и там же будет проходить конкурс. Приз очень крутой, условия простые. Если просмотрели, посмотрите еще раз. Мы дальше тестируем разные устройства из Китая. Не только что понравилось, пишите в комментариях, что еще нам протестировать. Тоже пишите. Стараемся все читать, реагировать. Берегите себя и увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok